Компания Shell покупает BG Group за 47 миллиардов долларов. Это станет крупнейшей сделкой в нефтяной сфере за последние 10 лет. Здравствуйте, я Моника Гибсон, представляю вам очередной обзор прессы. По результатам этой сделки, которую уже прозвали «Суперслияние», будет создана вторая крупнейшая в мире энергетическая компания после Exxon. Она будет вдвое больше, чем BP. Управлять новой группой компаний будет генеральный директор Shell Бен Ван Берден, а генеральный директор BG покинет свой пост. Ван Берден сказал, смелые и решительные шаги являются определяющими для нашей индустрии. BG и Shell идеально подходят друг другу. Эта сделка четко вписывается в нашу стратегию развития и формирование тенденций в нашей индустрии. Экспертов Goldman Sachs и Банков Америка Мэрил Линч попросили помочь сделке между BG и Shell, по результатам которой будет создана крупнейшая компания, которая входит в индекс Футси. Значительная часть всех объемов производства газа компании BG приходится на Британию. Ожидается, что слияние позволит компании Shell увеличить свои запасы природного газа на 28%. Shell также продолжит внедрение стратегии по диверсификации добычи на месторождениях в Бразилии и Мозамбике. Опыт работы компании BG с природным газом станет существенным преимуществом. Она также владеет значительными нефтяными и газовыми запасами в Австралии. Shell заплатит премии в 50 центов за каждую акцию BG, стоимость которых повысилась на 37% на фоне слухов о сделке. В принципе, повышение стоимости акций кажется логичным, но насколько оно характеризует реальную стоимость акций? Ранее такие цены были отмечены лишь летом 2014 года, ещё до того, как цены на нефть начали стремительно понижаться. Shell уже давно подумывала о покупке BG, но ранее компания была им просто не по карману. Ранее проблемы с руководящим звеном компании способствовали понижению стоимости акций. У BG не было генерального директора на протяжении довольно длительного времени, а Lund занял свой пост только в феврале этого года. И это ещё раз подтверждает мнение о том, что переговоры по поводу сделки, вероятно, начались лишь в течение нескольких последних месяцев. Председатель Совета директоров компании BG Эндрю Гулд так прокомментировал уход Лунда. Совет директоров не сомневается в блестящих перспективах компании под руководством Лунда. Тем не менее, предложение компании Shell позволит нам ускорить устранение рисков и усилить рост компании. Генеральный директор компании Shell также сказал, что сами по себе цены на нефть не оказали никакого влияния на эту сделку. Но, в принципе, такое решение является логичным в текущих рыночных условиях. Возможно, вскоре нас ожидает ещё несколько подобных сделок. На этом очередной обзор прессы подошёл к концу. Смотрите завтра свежий выпуск нашей программы. Всего доброго.